Институт Луче Фильм Альберта Латуады Производство Марио Галла и Альберта Латуада Макс Фон Сюдов в роли профессора Преображенского в фильме Собачье сердце по повести Михаила Булгакова, изданной Де Донато Элеонора Джорджи в роли Зины Марио Адорф в роли Барментале Джина Ровере в роли Дарьи И Коки Понзони в роли Полиграфа Полиграфовича Вадим Гловна в роли Швондера, Рена Нихаус в роли Зои Энцо Робутти, Виолетта Кьеррини, Амери Гутотт Владо Штергар, Елена Меркюри, Джулиана Петрелли, Жан-Клод Верне Пьетро Торди, Нельсон Рубием, Самюэль Лакидзе, Пия Аттаназио и Адольфо Ластретти Собака-виски, дрессировщик Лучано Спинелли Обработка Альберта Латтуада и Марио Галло Сценарий Альберта Латтуада при участии Вивеки Миландер Помощники режиссера Фабрицио Кастелани и Маурицио Ротунди Костюмы Мариза Д'Андреа Оператор Ламберто Каими Монтаж Серджо Монтанари Музыка Пьера Пицчони Режиссер Альберто Латтуада Газета Правда Читайте правду, товарищи Покупайте газету Правда Газета Правда Пожалуйста, господа и товарищи, полюбуйтесь картинками, которые показывает этот автомат. Подобного даже в кино не увидишь. Да, господа, четыре автоматических показа стоят копейку. Давайте, спокойно, проходите по одному. Спасибо, спасибо, четыре копейки. Тебе тоже интересно, для тебя бесплатно. Взгляните, взгляните, господа, волшебный фонарь. Да, совершают революцию, но остаются хамами и эгоистами. Ботинки. Мы все еще не равны. Я не о себе говорю. Я-то собака. Субтитры сделал DimaTorzok Какая гадина. А еще пролетарий. Вам никогда не давали бинков, товарищи. Сейчас я плачу, но только из-за ожога. Моя душа еще жива. Оно крепкое собачье сердце. Не доверяю я швейцарам. Субтитры создавал DimaTorzok Ошейника нету, он бродячий. Ай-яй-яй, что тут такое? Ты голоден? Он понял. Ваше превосходительство. Откройте сверток, а я вылежу вам руки. Дайте мне поесть колбасы. Будьте добры. Ну уже. Ну, вперед, Бобик. Идем. Давай, Бобик. Хочешь еще кусочек? Конечно, как только я его унюхал. Следуй за мной. Давай, Бобик. Добрый вечер, профессор. Добрый вечер. И здесь швейцар. Что это с тобой? Ты боишься? Не бойся, Бобик. Давай, проходи. Да, я встретил важную персону. Посмотри-ка, этот подхалим даже мне улыбается. Писем мне, Федор, не было? Никак нет, профессор. А в третью квартиру жил товарищей вселили. Ну, точно так. Целых четыре штуки. А Петр Павлович? За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить. Федор, ты любишь колбасу? Да-да, спасибо. Бобик? Когда-то это был дом. Добрый вечер, профессор. Добрый вечер, Зина. Где же вы такого взяли? Филипп Филиппович. Пожалуйте, господин Бобик. Позвольте. Батюшки, до чего паршивый? Это ожог. Бобик, да стой ты смирно. Как здесь тепло. Какая роскошь. Какие мягкие ковры. Спасибо. До чего же я дошел. Вызываю отвращение. Какой же негодяй тебя обварил. Зина. Смотровуй его сейчас же. И мне халат. Да, профессор. Бобик. Иди. Давай, идем. Давай, куда ты? Ну же, иди. Глупый пес, лежать. Э, нет, это западня. И в самом деле бродячий. Ну же, иди. Бобик, иди сюда. Замолчи, невоспитанный. Бобик, иди сюда. Вот ублюдок. Что происходит? Доктор Барменталь. Не бойтесь, я с ним справлюсь. Это нелегко. Иди сюда. Скотина. Укуси-ка теперь, если сможешь. Укуси. Вот так. Как мне сейчас хорошо. Я ошибался. Какие они все хорошие. Мне хотят добра. Успокойся. Лежи там. Добрый вечер, профессор. Добрый вечер, генерал. Вы маг и чародей. Мы одни? Да. Тогда я могу говорить? Конечно. Каждую ночь. Обнаженные девушки стаями. Я положительно очарован. Вы худесник. Снимайте штаны, голубчик. Это неописуемо. 25 лет. Ничего подобного. Последний раз в 1899 году в Париже. Дарю де ля пе. Однако не злоупотребляйте. Пока это функционирует, я буду злоупотреблять. Успокойся, помолчи. Не волнуйтесь и не бойтесь, он не кусается. Здесь хорошо. Здесь тоже. Все в порядке, можете одеваться. Браво, профессор. Через две недели, генерал. Хорошо. Спасибо. 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 Войдите. Говорит, что ей 45, а тонны сердца глуховаты. Пусть войдет. Вот, видел? Ты мне заплатишь за это. Ну и тип. Я друг профессора, я... Профессор. Добрый вечер. Вы не хотите сказать, сколько вам лет? Я профессор, клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма. Лет вам сколько, сударыня? Честное слово. 45. Меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста, вы же не одна. Я вам одному, как светилу науки. Но клянусь, это такой ужас. Сколько вам лет? 61. Снимайте штаны, сударыня. Я говорю вам, как если бы вы были моим духовником. Это моя последняя страсть. Ведь это такой негодяй. Он карточный шулер, но ведь он так дьявольски молод. Какая чушь. Она раздражает меня. Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны. Как обезьяны? Мартышки. Я могу прооперировать вас в понедельник, но это будет стоить 50 червонцев. Я согласна. Войдите. Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Вы, господа, напрасно ходите без калош. Вы наследили меня на коврах, а они у меня персидские. Во-первых, мы не господа. Во-первых, вы мужчина или женщина? Какая разница? Я женщина. В таком случае вы можете оставаться в кепке. А вы, господа, снимите. Вот, почтение буржуазии. Мы пришли к вам... Мы это кто, извините? Мы. Новое домоуправление нашего дома. Я Швондер. Она Вяземская. Они, товарищи Пиструхин и Жаровкин. По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать. На общем собрании жильцов нашего дома стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? Мы... мы обсудили вопрос... Достаточно, спасибо, я понял. Постановлением 12 сего августа моя квартира освобождена от уплотнений и переселений. Да, но вы занимаете чрезмерную площадь. Я живу и работаю в семи комнатах, и мне нужна восьмая под библиотеку. Восьмая? Это неописуемо. Обсуждение закончено, господа, могу я идти обедать? Извиняюсь. Общее собрание просит вас отказаться от столовой в порядке трудовой дисциплины. Столовых нет ни у кого в Москве. Даже у Айсидоры Дункан. Извините. А где же я должен принимать пищу? В спальне. Очень возможно, что госпожа Дункан так и делает. Может, она танцует на кухне, а в спальне режет кроликов, но я не Айсидора Дункан. Зина, дорогая, проводи этих господ. Да? И накрывай на стол. В столовой! Я так и знал. Да, я так и знал. Я уже подготовил жалобу на вас в высшей инстанции. Ага, так. Одну минуточку попрошу вас подождать. Барышня, дайте мне 24-21, пожалуйста. Да, конечно. Да, барышня, благодарю вас. Благодарю. Алло? Петра Александровича, попросите, пожалуйста. Я профессор Преображенский. Петр, к счастью, я застал вас. Благодарю вас. Здоров. А вы? Мне на самом деле жаль. Я должен сообщить вам, что ваша операция отменяется. Что? А, совсем. Я прекращаю работу в Москве и вообще в России. Руссия, да. Собственно, сейчас ко мне домой вошли четверо вооруженных револьверами, из них одна женщина, переодетая мужчиной. Они терроризировали меня в квартире с целью отнять часть ее. Позвольте, профессор. В таком случае я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в отпуск. Что? Его зовут Швондер. Что? Ну, конечно. Конечно, так уже лучше. При условии, что речь идет об окончательной бумажке. Да, броня. Хорошо. Да-да. Пожалуйста, отлично. Конечно, передаю трубку. Я сожалею, господа. Будьте любезны, сейчас с вами будут говорить. Вы извратили наши слова. Алло. Да, я председатель домкома Колобуховского дома. Мы действовали по правилам. У профессора и так исключительное положение. Я знаю о его работе. Понимаю. Да. 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 Раз так. Хорошо. Это какой-то позор. Позор! Если бы вы не шантажировали нас этими влиятельными лицами, вас следовало бы арестовать. А за что? Вы ненавистник пролетариата. Да. Я не люблю пролетариата. Зина, подавай обед. Ты рад, что мы идем обедать? Да-да, идем. Иди. Государственный завод? Нет, они разливают водку 30 градусов. А в этой их 40. Молодец. Благодарю. А теперь попробуйте это. Дарья Петровна сама готовит. Благодарю. Это бесподобно. Совершенно справедливо. Холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Посмотрим, как ты ведешь себя за столом. Молодец. Но как же так? Пса в столовой прикармливаете? Зачем она вмешивается? Я его приучаю, Зина, лаской. Да, он уже лучше. Он понимает. Террором ничего поделать нельзя с животным. Террор совершенно парализует нервную систему даже у людей. Давайте попробуем это вино. Мне прислал его один друг из Грузии. Как хорошо пахнут эти ноги. Да, Зина мне определенно нравится. За ваше здоровье и за ваше. Но что происходит? Зинуша, что это за шум? Это они в отместку, Филипп Филиппович. На вас злы. Швондер назначил собрание. Боже, пропал Колобуховский дом. Вначале они поют и танцуют, как и Сидора Дункан. Затем в сортирах замерзнут трубы. Потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Не портите себе пищеварение, профессор. Ну что, профессору все понравилось? Да, но сегодня он на нервах. Ну да. Филипп Филиппович, вы смотрите на вещи слишком мрачно. Нет, я их вижу такими, какие они есть. Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если бы мы все занялись своим делом, разруха немедленно закончится. Разруха в головах, а не в клозетах. Может, Карл Маркс распорядился заходить в дом без калош? Дело в том, что у пролетариев нет калош. Теперь есть, мои. Те самые, которые они украли у меня в 17-м году. А теперь у нас разруха. Здесь нужен городовой. И совершенно неважно, будет ли он с бляхой или же в красном кепе. Порядок не имеет цвета, только порядок. Говорит, он хорошо. Уже поели? Контрреволюционные вещи, говорите. Не дай бог вас кто-нибудь услышит. Нет, это всего лишь здравый смысл. Спасибо. Благодарю. Совсем забыл, я еще не дал, что вам причитается, доктор. Вот. Благодарю. Превосходный табак. Швейцарский. Я вам еще нужен? Нет. Ничего делать сегодня не будем, вечер свободен. Спасибо. Кролик издох. А сегодня вечером, в большом, любовный напиток. Послушайте, Иван Арнольдович, как только найду подходящий труп, я знаю, что делать. Да, но он должен быть безукоризненный. Разумеется. Я вам доверяю. Барменталь мне неприятен. Спокойной ночи, доктор. Спокойной ночи, профессор. Теперь я вымытый и расчесанный. Я красавец. Наверное, я сын собачьего принца. Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. Филипп Филиппович не взял бы первую попавшуюся дворнягу. Бобик. Бобик. Ты озорник. Поднимайся. Пойдем, прогуляемся. Бобик, хочешь выйти? Ну же, вот ошейник. Нет, нет, прекрати. Спокойно, спокойно. Ошейник это обязательно. Стой, Бобик. В ошейнике ты больше не будешь бродячим. На нем даже есть имя и адрес. Давай, идем. О, как он поправился. Да, он красавец. Добрый день, Зина. Добрый день, сержант. Сегодня уже не так холодно. Зима кончается. У ошейника есть свои преимущества. Теперь меня все уважают. Знаете, он больше не беспризорный. Мы решили назвать его Бобиком. Нет, неправда. Я не продажный. А вы хулиганы. Завистники. Кажется, они с ним хорошо знакомы. Чья шестерка? Спокойно, спокойно. Пошли вон. Хамы. Хватит. Убирайтесь, животные. Да, да, я принимал ванну. Какой ужас. Ну, хорошей прогулки. Еще увидимся. Конечно, идем. Эти оборванцы испортили мне прогулку. Конечно, мне хорошо тебе. Когда я барский пес. Интеллигентное существо. Отведу лучшие жизни. Запах трупа. Что он принес домой? Эй, Бобик. Когда умер? Три часа назад. Прекрасно. Нам нужно поторопиться. Скоро буду готов. Зина, подготовьтесь к операции. Хорошо. И скажите Дарье, что я никого не принимаю. Да. Пойти, что ли, пожрать? Куда направился? Куда направился? Так. Топик. Вот так. Успокойся. Готово. Скальпель. Ну, Господи, благослови. Это гонка на время. И мы должны победить. Осторожно, Зина, мерзкое животное. Молодец. Дайте мне семенные железы мертвеца. Вот, профессор, семенные канальцы. Пинцет. Вытрите пинцет сию минуту. Нет, нет, нет. Прямо. Прямо. Пинцет. Готово. Зашивайте. Скальпель. Пинцет. Трепан. Трепан. Пинцет в зону. Пинцет. Зина, дай мне пилу, быстрее. 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 Умер. Сердце больше не бьется. Еще адреналину. Зина, Зина, Зина! Еще. Я закончил. Заканчивайте, дорогой доктор. Зинуша, теперь, когда я все закончил, папиросу мне сейчас же. Свежее белье и ванну. Да, профессор. Не сдох. Ну, все равно и сдохнет. Эх, жаль, пса, ласковый был. Хотя и хитрый. Зинуша, будь добра, потри мне спинку, а потом отправляйся спать. Уже поздно. Да, профессор. Ты, наверное, устала, Зина. Я уже привыкла. Вы помните мою первую операцию? Да. Бобик выживет. Может быть. Больничный журнал доктора Барменталя. Впервые в мире произведена операция по методу профессора Преображенского. Цель эксперимента — изучение омоложения организма. Дарья, посмотри-ка. У него выпала вся шерсть. С ним все в порядке? Кажется, да. Ты слышишь это? Больше я туда не пойду. Определенное... Определенное изменение... Да! Извините меня, Зина. Говорите, дорогая. Что случилось? Он отвалился. Хвост. Слухи о марсианине в Колобуховском доме в Москве ни на чем не основаны. Профессор! Говорите, он умер? Нет, хуже. Это существо посмотрело на меня. Иду. Профессор! Теперь он разговаривает и лает бранными словами безо всякой причины. Я записал его голос на пластинку. Товарищи, погодите. Товарищи, немного потише, пожалуйста. Дайте мне сказать. Вывод таков. Речь идет о внебрачном сыне. Забаве этого человека, который чувствует себя выше других и презирает человеческий род. Конечно! Развратник! Он всегда жил в роскоши. Не толкайтесь, черт бы вас побрал! Подлец! В очередь, сукины дети! В очередь! Бедняжка. Всему этому он научился от людей. Только от людей. Благодарю, дорогой профессор. Вы знакомы с коллегой Коротковым. Он директор Московского ветеринарного показательного института. Конечно, как поживаете? Хорошо. Это мой ассистент, доктор Барменталь. Очень рад. Располагайтесь. Это очень любопытный случай. Продолжаем анализ рентгеновских снимков. Остеологическое сравнение впечатляет. Еще парочку. Дивное подтверждение эволюционной теории. Отлезь, гнида! Без ругательств. Отлезь, отлезь! Лучше чтобы... Пожалуйста. Отлезь! Да, дорогой профессор, вы поняли правильно. Речь идет о полном очеловечении. Природа не делает скачков подобно тому, как их делает наука. Вы открыли новую область в истории науки. Безо всякой реторты Фауста создан гомункул. И удалось вызвать к жизни новую человеческую единицу. Благодарю, благодарю, но прошу вас, господа, держать это в тайне. Меня гложут сомнения. Дорогой профессор, вы могли бы сомневаться, что это площадь. Это любопытный эксперимент. Идите, идите, пойдемте под навес. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как говорить, мозг координирует мысли и движения. Мы одели его. Необходимо изучить проявление этого необычного случая. Субтитры сделал DimaTorzok Скажите ему, пусть прекратит это. О, Боже. Да. И приведите его сюда, прошу вас. Субтитры сделал DimaTorzok Откуда взялась эта гадость? Какая гадость? Галстук. Он шикарный. Дарья Петровна подарила. Это мерзость. Как и эти ботинки. Я их сам выбрал. Что я, хуже людей? Пойдите в центр. Все носят лаковые. Послушайте, постарайтесь не шляться по дому денные ночно. И прекратите спать на кухне, вы мешаете женщинам. Не смешите меня. Ну уж и женщины. Подумаешь, бары никакие. Обыкновенная прислуга. А форсу как у комиссарши. Это все Зинка ябедничает. Что? Не сметь называть Зину Зинкой. Понятно? Понятно. О, господи. Окурки на пол не бросать. И не плюйте на ковер, есть плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратите. Она жалуется на вас. Смотрите. Что-то вы меня, папаша, больно утесняете. Кто это тут вам, папаша? Называть меня по имени и отчеству. Кто не плевать, кто не курит. Туда не ходи. Чисто как в трамвае. И насчет папаши этого напрасно. Швондер мне все рассказал. Разве я просил мне операцию делать? Хорошенькое дело. Исполосовали мне ножиком голову. У меня, между прочим, родственники имеются. Я иск против вас, может, имею право предъявить. Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? Предпочитаете снова бегать по помойкам? Да что вы все меня попрекаете? Я свой кусок хлеба добывал. А если бы помер под ножом, товарищ? Я вам не товарищ. Я Филипп Филиппович. Уж конечно, какие уж мы вам товарищи. Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат не жили. Пальцами блох ловить. Откуда вы их берете? Видно, блохи меня любят. Профессор вас сейчас примет. Уже три пациента, профессор. Убери руки. Успокойся. На тебе котлету. Вкусно. Смотри, что ты натворил, идиот. Ах так? Да, хватит. Ах так? Субтитры сделал DimaTorzok 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 он сбежал что нам делать я вызову милицию лучше не надо говорящую собачку любопытно поглядеть вон сию секунду вон что-то уж больно дерзко профессор вон прошу вас борменталь если вы хотите помочь мне да ночуйте в моем доме некоторое время да так вы сможете лучше следить за этим существом да динуша спасибо сейчас я познакомлю тебя с друзьями все они настоящие товарищи а вяземская она собиралась перепихнуться с кем-то но она еще придет вот увидишь вот бутерброды я проголодалась эй товарищ ты самый красивый среди здешних девушек давай потанцуем эй ты это видел они же гомики да им без разницы эй и Два стаканчика. Еще. Нет, спасибо. Эй, товарищ, а кто заплатит? Не я, общество заплатит. Эй, товарищ. Заплати и немедленно. Нет. Эй! 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 Молодец, Зинуша. Наверное, это он. Вот шалопай. Как же мне выдержать его? Пойду открою. Нет, нет, я пойду. Кто там? А, это вы. Где Зина? Но... Да, сегодня вечером я буду спать здесь. Вот ваша кровать. Кашель? Не хватало только кашля. Кто вам разрешил шляться по Москве? Довольно обидные ваши слова. Я хожу, как все люди. Вы еще только формирующееся существо, которое наглоталось зубной пасты. Поаккуратней с ванной. Хотите поучить меня мочиться? Постыдитесь, вы грязный вуайор. Ревнуйте, раз так говорите. Тогда я кричать буду. Я сейчас описываюсь. Товарищ профессор, что такое? Швондер говорит, что это важно. Комитет хочет, чтобы товарищ был зарегистрирован. Никому нельзя жить в Москве без регистрации. Регистрация? Я хочу собственный военный билет. Я дезертиром быть не желаю. Опять же, профсоюз, биржа, медицинское обслуживание. Нельзя жить без документов. Какие документы? У вас же нет имени. Я уже себе выбрал. Полиграф Полиграфович. Никогда не слышал такого имени. В календаре нет ничего подобного. Вот, 4 марта празднуется. Фамилию позвольте узнать. А вот фамилия. Бобиков. Что я должен писать здесь? Это дело несложное, гражданин профессор. Предъявитель сего. Бобиков. Полиграф Полиграфович. Зародившийся в моей квартире. Это же очень просто. Я бы очень просил вас не вмешиваться в разговор. Мне это нужно. Документы – самая важная вещь на свете. Идиотизм. Вы говорите так о документах? Мы начинаем воинский учет. А вдруг война с империалистическими хищниками? Я воевать не пойду, я пацифист. Вы говорите в высшей степени несознательно. Хорошо, на учет возьмусь. А воевать – шиш с маслом. Я тяжко раненый при операции. Мне белый билет полагается. Мы потом это обсудим. Спасибо, товарищ профессор. Доброго вам вечера, профессор. Это кошмар, честное слово. Поберегите нервы, профессор. Это важнее. Воды. Воды. Хватит водки. И заложите салфетку. Зачем? Благодарю, а то мне уже надоело делать замечания. Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите у него майонез. Как это так, примите? Сейчас заложу. И вилкой, пожалуйста. Я еще водочки выпью. Нет. Налью ему немножко. Зина. А то он всю выпьет. Злупости. Вы и без водки держите себя неприлично. Вот все у вас как на параде. Салфетка, расческа, пожалуйста, спасибо. Мучайте сами себя, как при царском режиме. А что, по-вашему, имеет ценность? Электричество. Правосудие. Искусство. Искусство. Желаете... Желаете красного вина? Я лучше водочки выпью, но... Ну-с, что же мы с вами предпримем вечером? В цирк пойдем лучше всего! Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил. Почему, собственно, вам не нравится театр? Да дураковаляне. Разговаривают, разговаривают. По мне-то контрреволюция одна. Зинуша, дорогая, подавайте-ка лучше мясо. Сию минуту. Вы бы почитали что-нибудь? Здесь много книг. Уж и так читаю. Да, и что же? Переписку Энгельса... С этим... Как его дьявола? Скаутским. Что же вы можете сказать по поводу прочитанного? Да не согласен я. С кем? С Энгельсом или скаутским? С обоими. А что вы предлагаете тогда? Это просто. Взять все. Да и поделить. Так я и думал. Что, вы и способ знаете? Дело не хитрое. Разделить все. Иначе видите, как получается. Один в десяти комнатах расселился. У него сорок рубашек и сорок пар штанов. А у другого нет даже крыши над головой. И он шляется в сорных ящиках питания ищет. Рубашки и штаны должны быть мои, так? Мы должны все поделить. Отлично. Зина, сколько мы потратили на его одежду? Во сколько обошлось его питание? И водопроводчик. И водопроводчик. Кстати, кто снабдил вас этой книжкой? Об этом не трудно догадаться. Да, не ее Далон, Швондер. Чтобы я развивался. Хорошенькое развитие. Где эта книжка? Нет, нет, книга казенная. Из государственной библиотеки. Я знаю, что нужно сделать со Швондером. Браво! 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 Что он собрался? Бобиков Нет, Бобиков Браво Браво, какой молодец Браво, браво Дверь. Я бы попросил. Вы животное, этим всё сказано. Почему? Вы разве никогда этого не делали? Ну хватит. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил ДimaTorzok Добавил ДimaTorzok Товарищ, вот адрес настоящего друга, который устроит вас на работу. Я должен работать? Да, если вы не хотите закончить жизнь на каторге, конечно, ты должен работать. Хорошо, я понял. Пойду туда завтра. Извините, товарищ Мутандер. Идёмте со мной. Короче. Следующий. Я ищу товарища Мутандера. Это я. Полтава. Москва, пожалуйста. Это контора по трудоустройству Гремена безработных. Сегодня мы отправляем на шахту в Полтаву. В Москву. В Москве шахт нет. Я не хочу туда. Чем ты занимаешься? Постоянно безработный. В Федеральной Республике России безработных нет. Я хотел бы остаться в Москве. Чем ты хочешь заниматься? Кошками. Их здесь больше нет, всех съели. Есть бродячие кошки, товарищ. Кошки-паразиты. Ворюги. Использующие бедных людей. Они ленивые и все контрреволюционные. Товарищ, ты меня убедил. Направляю тебя в подотдел очистки от бродячих животных. Улица Волхонка, 3. Там свободна должность заведующего. Спасибо. Это должно быть Ирина Петровна. Ничего. На этот раз плохо закончится. Молодец, Полиграф. Здесь отлично. Правильно сделал, что пригласил нас. Великолепно. Это произведение искусства. Забирай, я тебе это дарю. Полиграф Полиграфович? Если не найдешь другую, вечером я лягу с тобой. Нет, сперва водки, а потом в кровать. Нет, пусти меня. Пусти меня. Я не хочу. Нет. Нет. Отпусти Наташу. Ступай нахальничать в другое место. Третье. Пусти. Молодец. Ну, не надо так. Вечерком мы развлечемся. Никто меня не любит. Никто! Никто! Зачем меня произвели на свет? Зачем? Уходите отсюда! Все вон! Что случилось? Зина! Зина! Бобиков! 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 Идите спать! Завтра посмотрим! Как по-вашему, я понимаю что-либо в анатомии и физиологии человеческого мозгового аппарата вы первый специалист не только в Москве, но также и в Лондоне, Стокгольме и Париже! Ну, выпьем! Я допускаю это. Как бы то ни было, будущий профессор Барменталь, вы прекрасно знаете, что именно меня интересует в действительности. Евгеника, улучшение человеческой породы, и вот на омоложение нарвался. А потом попал в ловушку с гипофизом. Дорогой доктор, скажу вам, Преображенский потерпел неудачу с этой операцией. О нет, я совершил открытие, верно, но к чему оно, чтобы превратить милейшего пса в такую мразь, что волосы дыбом встают? Это было великолепное начинание. Я сомневаюсь в этом. Такое получается, когда не соблюдаются законы природы. Мы ускорили шаг, и в результате получили Бобикова, неуправляемого мерзавца. Передо мной тупая безнадежность, я клянусь, потерялся. Я убью его. Убить? Я никогда не позволю вам этого. Продолжение следует... Зинуша, здесь Бобиков, который тебя очень любит. Теперь я зарегистрированный гражданин. Зинуша. Мамочка моя. Филипп Филиппович, я никогда не забуду тот день, когда я пришел к вам. Я был всего лишь студент, бедный и голодный. Вы предоставили мне убежище в тени своей авторитетной кафедры. Вы для меня гораздо больше, чем профессор. Больше, чем учитель. Моя преданность безгранична. Благодарю. Видите ли, благородство, любовь к прекрасному, проявление чувств, все это не может быть утрачено. Нет, нет, нет. Это важно. То же самое важно и для культуры, оперы. Да, опера. Будущие поколения рассудят наши ошибки, наши иллюзии. Дорогой Филипп Филиппович. Позвольте, я обниму вас, мой дорогой друг. Профессор, клянусь вам, что... Спасибо вам. В сущности, я так одинок. Филипп Филиппович, я хочу сказать вам кое-что. Это единственный выход. Я не смею позволить себе давать вам совет, но подумайте о себе. Вы совершенно замучились. Да, вы правы. Но это совершенно невозможно. Это единственный выход. Понимаете, что получится, если нас накроют? Мы не сможем спастись, не имея пролетарского происхождения. Вы сын рабочего? Мой отец был судебным следователем. Какой ужас. Есть другая проблема. Какая? Это существо? Мне почти как сын, пускай и лабораторный. Кроме того, это было бы преступлением. И что теперь? Мы всегда будем вынуждены терпеть этого хулигана? Иди! Иди, я хочу, чтобы все тебя видели. Вот он, профессор. Полюбуйтесь на нашего телеграфа-телеграфовича. Я замужем была, а Зина невинная девушка. Хорошо, что я проснулась. Зина меня любит. Что? Не говорите глупости. Хватит, я вам запрещаю. Ты ревнуешь, но Зине я тоже нравлюсь. Что ты говоришь, ничтожество? Извините, извините. Дарья ревнует, потому что знает, что мне нравится Зина. Негодяй. Хватит, доктор, вы хотите покончить с этим? Вы же гений. Объясните мне, что означает? У Дарьи был муж. Что значит невинная девушка? Это глупости буржуазной философии. Доктор! Прошу тебя, возвращайся в свою комнату. Хватит, он неплохой. Он бедный чертенок. Вставай на ноги. Я хочу умереть. Все идет прахом. Я хочу пожаловаться. Но будет лучше поговорить наедине. Я вам не сторож. Вы сделали из него анархиста, упрямца. Он не признает порядок. Я учу его не признавать привилегии, таких как вы, предателей революции. Я верю в справедливость. А вы, вы используете науку, чтобы сосать чужую кровь. Барменталь. Товарищ, в моем доме принято прощаться. Товарищ, в моем доме принято прощаться. зоя перчатки ты положила до товарищ заведующий хорошо зоя у тебя очень красивые глаза спасибо добрый день добрый день добрый день какой-то элегантный да расскажи мне потом эй да филипп филиппович я на должность поступил бумагу мне дайте да бормин нет называйте меня по имени и отчеству тогда и меня называйте по имени и отчеству самое большее господин бобиков и достаточно я не господин господа все в париже теперь когда вы заведующий под отдела очистки от бродячих животных полагаю что вы подыщете себе жилище куда мне съезжать как члену жилищного товарищества площадь мне полагается определенно в квартире номер пять в 16 квадратных аршин прелестно но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушачьей бумаге где же я буду харчеваться почему так воняет это по специальности вчера котов душили душили эй подождите пусть они успокоятся послушай меня расскажи мне о своей работе что вы делаете с этими котами на польты пойдут из них белок будут делать на рабочий кредит а Субтитры создавал DimaTorzok Вот, теперь мы жених и невеста. Правда, честное слово. В моей семье все всегда были бедными. Тебе повезло, со мной ты решишь все свои проблемы. У меня богатые родственники и влиятельные друзья партии. Я работаю не из нужды, я развлекаюсь. Полиграф. Ты будешь жить со мной в роскошной квартире. Будешь ступать по мягким коврам, как по лугу. Будешь есть на столовом серебре. И пить из хрустальных бокалов. Ну что ты делаешь? Ничего, смотрю. Что ты делаешь? Ничего, повернись, Зоя. Поцелуй меня. Да, но ты развернись. Бобиков! Бобиков! Совсем не такая, какую у меня дома делают. Но сойдет. Вы делаете водку? Водка это дело тонкое. Она должна быть 40 градусов. Ни градусом больше, ни градусом меньше. И сделана дома. Спасибо. Руками украинской девственницы. Человеческая жизнь ничто без настоящей водки. Водка лечит от простуды. То есть от насморка. Облегчает общественные отношения. Освобождает от запретов. Например. Сейчас я могу тебе сказать, что люблю тебя. А что за человек, профессор Преображенский? Он гений с мировым именем, но для меня он отец. Правда? Конечно. Он мой отец и благодетель. Мы оба так привязаны друг к другу. А как ты с ним познакомился? Посредством колбасы. Как колбасы? Мы постречались в шикарном магазине. В центре. А дальше? А теперь я живу в его 17-комнатной квартире. Он больше ничего не делает без моей помощи. Невероятно. Да, он знает, как надо жить. Сделал из меня человека. Я и не думала, что бывают такие большие квартиры. Великолепно. Это всего лишь прихожая. Это Зоя, я с ней расписываюсь. Зина, помощница профессора. Сейчас увидишь, какие кухни и столовая. Наша комната там. Могу я познакомиться? Да, конечно. Наша секретарша. Зоя Андреевна Воснецова. Профессор Преображенский. Она будет жить со мной. Я запишу ее и свое имя в адресном столе. Жить со мной будет. Барменталя надо будет выселить. У него своя квартира есть. Барышня, я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет. И я с ней пойду. Я хотел бы... Потерпите, профессор хочет побеседовать с барышней наедине. У Зои нет секретов от меня. Она моя невеста, она моя невеста. Он сказал, что был ранен в боях. Лжет. Шрам – это доказательство моей операции на его черепе. Это ужасно. Мне вас искренне жаль. Но нельзя же так с первым встречным, только из-за служебного положения. Это же почти как продаться, разве не так? Я отравлюсь. В столовке Солонина каждый день. Он ухаживал за мной. А потом угрожал мне. Говорил, что он красный командир. А еще говорил, со мной будешь жить в роскоши. Каждый день аванс. Психика у меня добрая, говорил. Я только котов ненавижу. Ну-ну-ну, психика добрая. Мы обменялись кольцами. Нужно перетерпеть. Вы еще так молоды. Ну, берите деньги, когда дают взаймы. Зина, прошу вас, позовите господина Бобикова. Да, профессор. Что он тебе сказал? Обманщик! Обманщик! Потрудитесь объяснить этой даме, от чего шрам. Я на Колчаковских фронтах ранен. Да неужели? Погодите. Колечко позвольте. Завтра я тебе устрою сокращение штатов. Не бойтесь его, мы вас защитим. Скажи мне ее фамилию. Воснецова. Ежедневно я буду лично справляться, не сократили ли гражданку Воснецову. И если я узнаю что-то, я вас пристрелю. Собственными руками убью вас. У самих револьверы найдутся. Револьверы? Хочешь, я приготовлю тебе чаю? Да. Спасибо, Зина. Ваше превосходительство? Я не ваше превосходительство. Профессор дома? Да, но сейчас слишком рано, он еще не принимает. Я знаю. Что-то серьезное. У вас боли, голубчик, возобновились? Нет, профессор, спасибо. Вы меня вернули к жизни, я вам признателен за это. Я приехал по другому делу. Питая к вам большое уважение, я здесь, чтобы предупредить вас. Речь идет о явной ерунде. Просто он провокатор. Хорошо, что мне непосредственно доложили. Угрожал убить председателя домкома Швондера. Спалил книгу Энгельса как явный меньшевик. Как и Барменталь, который тайно непрописанный, проживает у него в квартире. Подпись, заведующий подотдела очистки, ПП Бобиков. Это ты, Полиграф? Да, в чем дело? Приходил политкомиссар. Да, я знаю. Тебе будет лучше уйти на пару дней. Нет! Пойду к Швондеру, мы найдем управу на вашего Барментали. Что ты собираешься сказать о Барментале? Между нами ничего нет. Мы даже поругались. Как раз из-за тебя. Зина, вот увидишь. Я буду развиваться. Если ты поможешь мне. Зина, дорогая. Подожди, я сейчас вернусь. Вы куда? Сейчас заберите вещи и вон из квартиры. Как это так? Вон из квартиры! Думаете, я стану к вам подлизываться? Потому что вы дружите с сильными лирой сего. Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть. Это Барменталь должен убраться отсюда. Убирайтесь из квартиры. Это что такое? Это что такое? Профессор просит вас никуда не уходить. Нам нельзя мешать. Поняли? Да. Это что такое? Убирайтесь. Я побежал. Я думаю, что это очень плакал. Кого? Я думаю. Какая больница? Я думаю, что это не заходится. Субтитры сделал DimaTorzok Эпилог. Спустя некоторое время. Откройте, уголовная милиция и следователь. Откройте, уголовная милиция и следователь. Откройте, уголовная милиция и следователь. Профессор, извините, что я в халате, но... Я прошу прощения, мы... Мы вынуждены огорчить вас, профессор. У нас есть ордер на обыск в вашей квартире и арест в зависимости от результата. А по какому обвинению, смею спросить и кого? Филипп Филиппович Преображенский, Иван Арнольдович Барменталь, Зина Бунина и Дарья Иванова обвиняются в убийстве. Жертва, заведующий под отделом очистки Москвы от бродячих животных, полиграф Полиграфович Бобиков. Ничего я не понимаю, какой такой Бобиков? Ах, виноват, это мой пёс Бобик, которого я недавно оперировал. Простите, профессор, не пёс, а когда он уже был человеком. Вот в чём дело. То есть он говорил, это ещё не значит быть человеком. Впрочем, Бобик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал. Тогда его придётся предъявить. Похоже, что он пропал уже давно, и данные, извините меня, очень нехорошие. Доктор Барменталь, благоволите предъявить Бобикова следователю. Сию минуту. Бобик, давай, иди. Давай, смелее. Профессор! Но как же, позвольте. Он служил в очистке. Да, но я его туда не назначал. Ему Швандер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь. Я больше ничего не понимаю. Но это точно он? Да, форменно он. Он самый. Только сволочь опять оброс. Но он, насколько я знаю, мог говорить. Он и сейчас ещё говорит. Только всё меньше и меньше. Пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет. Но почему же? Наука ещё не знает способов обращения зверей в людей. Я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм. Неприличными словами не выражаться. Он жив. Я вас предупредил. Лжецы. Видите, я был прав. Убейте, убейте Швандера. Прошу, заместите слова в протокол. Почему он смотрит на меня? Почему он смотрит на меня? Могло быть и хуже. Утвердился я в этой квартире. У меня нет забот, а у него... Вот это гений. Всё время в поисках невозможного. Всё время в муках. Я ему не доверяю. Мне нужно быть осторожным. Чувствую, между нами это просто так не закончится. Нет, это только цветочки. Перевод Елены Котовой. Читал Андрей Васильев. Киноклуб «Феникс». 2012 год. Конец фильма. «Феникс» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok